Всем привет, ребятки! Ну что, снова рубрика ответы на комментарии. Юля сегодня в розовой футболочке, яркой, красивой, не в чёрном. Итак, значит, ответы как видео за 22 октября. Правильно, поехали! Танечка, любимая, доброе утро! Я первая, доброе утречко! Галина Агуля, привет, мои хорошие артисты! Хорошего вам дня! Привет вам тоже! Олеся, Олеся, привет всем! Хорошего дня вам! Привет, Олесенька! Наталья Петрова, Леночке, отличного учебного дня! Спасибочки! Алена Терр, доброе утро! Доброе утро, Лёнушка! Галина Агуля, синий туман, похож на обман, похож на обман, синий туман. У нас уже снег 3 дня идёт, сегодня, а сегодня капает, было минус 10, а сегодня 0. Меняется, слякоть хуже нет, а потом опять застынет и гололёд. Ногти красиво сделала Наташа, молодец, хорошо делает. Я в последнее время майонез сама делаю на молоке и вкусно покупать не надо. Спасибо, Гаренька, за комментарий, на молоке я никогда не делала майонез. Мы делали майонез блендером, да, с этим. Растительное масло, яйцо, горчица, сок лимона, что там ещё? Соль такое. На молоке я никогда не делала. Так, а ногти, да, ногти красивые. Карабаш 63. Доброе утро коллегам, блогерам и подписчикам. Доброе утро, коллеги! Свободный канал, всем привет! Приветик! Марьяна, доброго раночка, всем гарного и затяжного дня! Юлечка, можно на ты? Конечно, можно! Мы однолитки, если что. Не совсем по теме, запитание. Где ты замовляла все полочки в подвесне для специй дощечок? Не найду это видео никак, буду вдячна очень. Эти подставочки под дощечки я заказала в Китае, но это нам, ребята, присылают на обзор. То есть, все товары, которые нам присылают на обзор, мы снимаем видеообзор, как для них рекламу, а эти товары остаются нам в подарок. Поэтому вот так вот у меня появились эти подставочки разные. Но там этот магазин, я вам сразу скажу, там очень дорого. Очень дорого. Поэтому не рекомендую, короче. Не знаю, увидят они это или нет, не рекомендую, если что. Так, Ольга Сонич, как бы мы снимаем обзоры, да и все, понимаете, да? Ольга Сонич, добрый день! Привет, привет, Олечка! Галина Агуля, я думаю, не возьмет, долго впитывалось все, да выкинь ты ее. А, это дощечку, я там, не досочка, а дощечку, разделочная доска, вот. Я обрабатывала по совету, кто-то мне посоветовал хлоркой, я делала вот это дело. Да выкинь ты ее. Вот смотрю и думаю, а что я сама тяну, тоже надо выкинуть свою, только не знаю, какую купить. Так, Мелена Лючик, что там черненькое над входной дверью в углу? Я, прочитавши ваш комментарий, я ранее их все уже читала, я даже сама пошла встала, посмотрела, что у меня там черное в углу? А это, ребятки, там звонок, дверной звонок, его нету, тогда как мы ремонт делали, обои клеили, мы его сняли, потому что он сломался. У нас был сломанный, когда мы квартиру взяли, мы купили новый звонок, он проработал несколько месяцев и сломался, поэтому пока обои клеили, мы его просто сняли. А черненькое, это провода заизолированы черной изолентой, вот и все, там звонок надо повесить, ну, коробочку, звонок дверной. Поэтому там черненькое, просто провода в изоленте. Лидия Сирота, привет, ребята, привет, привет, Лидочка. Елена Михайлова, доброе утро, артисты. Юля, поздравляю, собралась на маникюр. Доброе утро, спасибо. Оксана Гелиш, доброе утро. Я дома мою доску сода и лимон. Юля, не всегда дорого, означает качество. У меня, например, племянник совсем не кушает молочку, у него рвотный рефлекс сразу. А соседки изобретили молочные продукты совсем. Да, что сейчас йогурты очень полезны, да там куча химии. Соль, белая смерть, но я тоже люблю рыбу. Доброе утро, Оксаночка, спасибо за комментарий. Да, люди есть, воспринимают молочное, есть, не воспринимают организм. Вот, на эту тему мы уже тоже говорили, да. Вот так вот, то есть каждый сам выбирает, как ему комфортно, так он и питается. Елена Михайлова, удачного дня и хорошего настроения. Спасибо, Леночка. Елена Михайлова, супер, ногти. Спасибо. Да, Наташа, спасибо. Юлия Пурчил, всем доброе утро, классный маникюрчик. Привет, привет, Юлечка, спасибо. Так, Лариса Юлдашева, зачем отвечать на неадекватные комментарии Фифитрон? Видно же, что он вас троллит, игнор ему или ей. Пусть жрет то, что ей ему хочется, на вкус и цвет товарища нет. Ну, у нас, как бы, каждый может свою точку зрения здесь высказывать. Я уже говорила, я не блокирую, пока нет конкретных, прям, оскорблений, матерных слов и так далее. А так, ну, пускай пишут, зато с ней, ну, весело, ребята. Елена Михайлова, доску лучше новую купить. У меня есть новая досточка. А всё, доски, досечки. Я не выкидываю, потому что на даче пригодятся, как бы, я вот так вот собираю, всё собираю. Так, Наргиз Чернышова, доброе утро, мои дорогие. Привет, привет. Проснулась утром, ура, влог новый. А время-то начало 9-го. Сергей, а где козочки? Ну, не всегда козочки есть. Видимо, сегодня их не было, ушли на охоту. Юленька, ну, как ты можешь не готовить, что-нибудь да придумаешь. Правильно говорит Сергей, организм даёт сигнал, что можно, а что нет. То есть, слушаться нужно себя. Так, так, так. Кстати, сало очень полезный продукт, особенно натощак. Это фифитрон утомила. У нас в нашей стране свои уставы, а у них свои. И не нужно лезть со своим уставом. Елена Михайлова, есть и дороже досточки? Да, есть вообще дорогие. Да, но вот ниже написали, что дорогое не всегда значит качественное. Так оно и есть. Мама Суперстар, цветочек в отбеливателе замачивают на полдня хотя бы. А так теперь толку не будет. Всё, что ты сделала, это нанюхалось парами опасного хлора. А выкидывать не нужно, это неэкономно. Если бы не YouTube и волнение, что кто-то обсудит, то это не по-хозяйски. На дачу или для рыбалки оставь. Спасибо. Да, ну я же говорю, на даче пригодится. Яна Газак, доброе утро, классный маникюр. Привет, Яночка, спасибо. Так, Наргиза Чернышова, короче, кто не курит и не пьёт, то здоровенький умрёт. Вот так вот, поговорка такая. Всё можно, но в меру, ребята. Ирина Михайлова, ой, у меня оладушки с яблоками. Видите, какие мы с вами одинаковые. Так, а что-то у меня камера как-то желтит, это я снимаю на другую, на Panasonic. Я хочу поярче, сейчас я попробую другую настроечку поставить. А ну-ка, если так, поярче, посветлее стало. Нормально, нормально. Так, и что у меня перевернулся дальше? Елена Кораблёва. Доброе утро, любимые артисты, с вами весело, с Фифитрона особенно, где она взялась вообще. Привет, Елена. Да, с Фифитрона как-то повеселее стало. Так, Кот Пушок. О, Юлечек, цветочки ещё стоят классно. Ногти красотень, спасибо, Женечка. Андрей Вдовин. Доброе утро, Юля и Сергей. Юлия, с новым маникюром и спасибо за поднятое с утра настроение. Удачного дня. Привет, Андрей, спасибо. А теперь у меня засвечивает, вроде меня, камера, потому что у меня ещё тут свет горит, фонарь. Чего он так горит, можно ему вот так вот чуть-чуть сделать, чтобы не так меня освещал. Пойдёт. Так, Галя Громак. Доброго ранку всем, Юля, маникюр супер. Спасибо, Галенька. Доброе утро, Иван. Оксана Попок. У меня Дольси 4 года. Год пила молоко, а потом часто начал болеть животик. Пошли к врачу, и врач сказал, что нам молоко нельзя. Вот так бывает. Вот представьте, да? Бывает даже так, даже что из детства молоко не идёт. Так, дальше. Валерия 0,50. Привет, ребята, привет, привет. Юля, доску лучше лимонной кислотой очищать. А теперь будет вонять хлором, да и совсем не полезно это. Маникюрчик классный. Привет, Серёжа и Леночки, девочки с добрым сердцем. Привет от Таксы Сильвы. Отличного дня. Да, Юля, вы любите майонез. Я купила в АТБ фирма Алком в чёрной пачке. Стоит 20, но бывают скидки до 17 гривен. Мне очень понравилось и как раз для бутербродиков. Привет, Валерия. Спасибо. Я видела, кстати, да, в чёрной упаковочке этот майонез. Надо будет попробовать. Так. Такси Сильве. Большой-большой привет от артистов. У меня, кстати, когда-то у бабушки кошка была. Её звали Сильва. Вот так вот. Кот Пушок. Что за люди, Юля? Мы живём один раз, и если будем от всего отказываться, зачем тогда жить? Вот правильно. Всё надо в жизни попробовать. А даже если что-то вредное, кушать по чуть-чуть. Аталья Петрова. Так, к слову, в СССР было лучшее образование в мире. Что не скажешь о нынешнем в Украине. СССР была самая читающая страна. Это верно. Это верно. Не могу с вами поспорить. Аталья Петрова. Учёные доказали, диабет не от сладкого. Вот так вот. Аталья Петрова. Все болезни не от еды, а от нервов. Тоже 100%. Ешьте, что хотите, просто в меру. И двигайтесь больше. Любите природу, животных, подкармливайте бездомных хвостиков. И будете жить долго. Спасибо за такой комментарий. Алена А. Доброе утро. Приятного аппетита. Чайпитие. Юлечка, маникюр очень красивый. Супер. Умничка. Удачи. Приятного отдыха, просмотра. Всего наилучшего. Хорошего дня и настроения. Привет, Аленушка. Спасибо. Татьяна Корнилова. Доброе утро, Днепра. Хорошей ясной погоды и хорошее настроение. Привет, Танечка. Вам тоже хорошее настроение. Татьяна Корнилова. Маникюр очень красивый. Спасибо. Юля, зачем досточку выбрасывать? Все равно каждый день вы будете нарезать морковь. И результат будет тот же. Логично. Вот что значит логика. Можно на этой дощечке просто резать морковь. Просто морковь. И пускай она будет все оранжевая, да? Так. Перевернулся у меня экран. Оп. Так, 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 так. И результат будет тот же. У вас есть моющий фаберлик. Хорошо отмывает. Спасибо. Спасибо за подсказку. Так. Салимат Магомед Кадиева на пальчики вверх поставила. Спасибо. Татьяна Корнилова. Фифитрон просто не понимает, что нельзя навязывать свое мнение. Это очень некрасиво. Юля, пусть девочка развлекается. Вам нужно не обращать внимания на этого человека. Вы сами знаете, что вам нужно. По грамматике это Европа где-то в захолустье. В захолустье. Вот так. Поехали дальше, дальше. Светлана Власова. Привет из Москвы. Доброе утро. Юля, не обращай внимания на комменты всяких фифи. Фифи. Ешьте и пейте все, что захотите. Леночка очень хорошо рисует. Просто молочинка. Передавай привет Сергею и Лене. Вы классная семья. Я желаю вам всего самого наилучшего. Привет, Светочка. Спасибо. Спасибо большое. Что-то я сегодня никак не могу усесться. О, вот теперь мне хорошо, мне отлично. Так, дальше. Татьяна Сушко. Юля, вот этим профессором из Европы затыкай рот. Только показаниями смертности от онкозаболеваний. Я по роду своей работы знаю точно, что в Италии рак это приговор. И там не вылечивают по новым технологиям. А у нас по старинке люди выздоравливают и живут дальше. Вот вам и Европа. То же самое, что и после аварии. Случай. Девочку сбил микроавтобус в Ровно. Тяжелая девочка. Ровенские врачи сделали невозможное. И девочка начала выходить из глубокой комы. Но родители решили, что в Турции ее быстрее поставить на ноги. Итог. Девочки уже нет с нами больше года. Поэтому старые методы это очень и очень хорошо. Я сама просматриваю меденциклопедию за 1966 год. Во как, ребята. Так. Здесь в этой же ветке Светлана С. отвечает. Если рак не вылечивается за границей, то зачем люди из России едут в Европу лечиться? В Европе очень даже успешно лечат рак. Правда не всякий, но тем не менее вылечивает. Татьяна Белл здесь тоже написала. Я живу в Германии и меня вылечили. Ребятки, ну случаи бывают разные, да. Давайте этот комментарий закончим так, чтобы все были здоровы. Не болейте ни вы, ни ваши родные, ни ваши близкие. Не дай бог дети, чтобы все у вас было в жизни хорошо. И никто-никто не столкнулся никогда с этой страшной, страшной болезнью, ребята. Так. Поехали дальше. Олег Рябов. Лимон и перекись тоже работают. Видите, даже есть с перекисью. Я знаю, лимон и сода, а с перекисью вообще даже никогда не пробовала. Олег Рябов. У меня от хлорки аллергия, а лицо чешется. У многих людей, кстати, на хлорку аллергия. А меня ее запах раздражает. Олег Рябов. Замочите доску. Замочите доску, замочите. Спасибо за комментарий. Татьяна Нахметов. Фу, хлорка, я тоже с детства не переношу запах. Олег Рябов. Без маски, Юля. Как можно, как можно, а там без маски. Анастасия Бем. Привет, любимые артисты. Юля, манекир шикарный. А досточку я как-то давно лимонной кислотой мыла. Эффект был так себе. Теперь такие не покупаем. Мне очень нравятся досточки из бамбука. Привет, Анастасия. Спасибо. Из бамбука. Не встречала. Из бамбука. Эли Ката. Фифитрон продолжает комедию ломать. Пусть троллит. Нам жизнь продлевает. Да, потому что у нас что? У нас смех. А смех продлевает жизнь. Так что мне не постаново, что во рту мешает? Я салата просто ложку съела. Так. Да ну что, перевернись. Галина Агуля. Человек на нервы капает, да и все. Не надо внимания обращать. Какие умные. Ага. У меня муж, если кефир выпьет, то пойдет в туалет сразу. Только может вечером выпить, когда дома. У каждого человека свой организм и надо к нему прислушиваться, а не к тому, что кто-то так захотел. Правильно. Так. Татьяна Анатметов. Семья и пальчик вверх. Благодарю. Спасибо. Лидия Васильевна. Юля, ноготки просто класс. Спасибо. Арти Ваймен. Привет. Оставь намазанную доску на несколько минут, и она отмокнет. Привет. Спасибо за совет. Так. Кто-то что-то написал. Александра Суская пишет. Попробуйте досточку из плотного пластмасса поскоблить ножиком. Уберется и желтизна, и разрезы на доске досточки. Спасибо за такой совет. Лилия Сухан. Привет, артисты и подписчики канала. Привет. У нас у всех, наверное, в последнее время поднимается еще больше настроение из-за комментариев. В очередной раз насмеялась. Юлечка, ноготочки красота. А насчет молочного совершенно согласна с вами. Кому-то идет, кому-то нет. Я люблю все молочное. И кашки разные молочные. Но творог не очень. Редко употребляю. А муж к молочному вообще не ест. И кофе не пьет. Только чай, как ваш Сергей. Мы люди все разные. И предпочтения у всех разные. Ребятки, всем удачного денечка. Спасибо большое за комментарий. Такой большой. Нуськусь. Нет. Только не белизна. Нет. Только не белизна. Лимонная кислота отмывает. И экологично. Вот что значит пропустила влог. Так, Лена, ты со мной хочешь посидеть? Да. Садись на краю, чтобы тебя не видно. Вот здесь будет видно тебя. Потому что камера на... А там не будет. Я кису хотела взять. Она спит. Ребят, подожди, я покажу. Блин. Ой, не успела. Ой, зайчик. Смотрите, как она спит. Хорошая. Сложила руки, ноги вместе. Я кошечек люблю. Так. Можешь забирать. Не, ну пускай спит. Не надо её забирать. А ты садись туда, там не видно тебя будет. Лена ж не хочет в кадр у нас. Так, так, так. Людмила Крицына пишет. Юля, привет из Донецка. Привет, привет, Людочка. Я три года работала в кулинарии на салатах. Мы замачивали салфетки белизной и на ночь ложили на доску. На доску, как правильно. Утром хорошо промывать под водой, попробуй. Ну ткань, да. Ну если тканевые салфетки, то да, на ночь замачиваешь и утром всё белым-бело. Так. Дальше. Татьяна Сарычева. Привет, давно вам не писала. Ноготочки супер. Привет, Танечка, спасибо. Так. Алла Козека. Добрый день, артисты. Привет, привет, Аллочка. Сергей полностью прав по поводу молока. С детства это был мой любимый напиток. А сейчас пью его редко, так как после этого начинаются боли в желудке. Читала уже давно, что людям после 40 лучше пить кисломолочные продукты. Такие как кефир. Они лучше усваиваются организмом. Но это естественно, индивидуально. Ведь организмы разные. Так. Татьяна Романская. Юлечка, привет. Привет, стекло в подъезде сделали. Привет, Танечка. Нет, стекло не сделали еще пока. Татьяна Романская. Юлечка, ноготочки класс. Спасибо. Мам, я просто хотела к холодильнику пройти. Мне там видно не будет. Не, не будет видно. Ну, посмотри, тут захваты камеры маленькие. Не видно, не видно. Татьяна Романская. Юля, давно хотела у вас спросить. У вас есть видео, где вам прислали картину. Вы сказали, что эту картину повесите в кухне. Но в кухне вы ее не повесили. Почему? Потому что она у меня в комнате. Все, Лена ответила. Потому что Лена решила повесить ее в комнате. Да, я на нее смотрю. Так вдохновляясь, думаю, блин. Она же художница, ее мое. Она смотрит каждый день на картину. Я вам потом во влоге, может, когда-то покажу. Она висит на стене у Лены. Кристина Олсей. Привет, мои дорогие. Привет, привет, Кристиночка. С хорошим, позитивным днем у вас. Чтобы все у вас было хорошо. Юлечка, вы попробуйте Доместа с лимонной купить. Досточки отбеливает. И запах очень приятный. Спасибо за совет. Мам, меня там не видно было? Не, не видно. Жизнь без прикрас. Юлечка, классный маникюрчик. Не обращайте внимания. Спасибо, Инусечка. Елена Кулагина. Привет, любимая семья. Хорошего дня. Ноготочки супер. Привет, привет, Леночка. Спасибо. О, тут ветка большая. Дошли мы до Фифитрона. Фифитрон. Дофига тут написано. Так, Фифитрон. Мне не 22 года. Это я тут на Фифитрон типа 22 года. На самом деле, Юля, мне больше. Я твоя ровесница. Приятно заново познакомиться. Что ж вы никак определиться не можете-то. Елена Кулагина. Это сколько вам лет? И в каком городе таких индивидуумов воспитывают? Фифитрон отвечает. Так же, как и Юля. Сколько мне лет? Нет, так же, как и Юля. А учиться уже давно закончила. И работаю уже пятый год помощником хирурга. Елена Кулагина. Боже, вы еще и людей лечите. Боже, вы еще и людей лечите. Вот так вот сказала Леночка. Так, Елена Кулагина. Точно вам не в хирургии надо, а в психиатрию. Светлана Мендо. Нехорошо обманывать людей. Сначала говорила, что студентка. Потом, что тебе 22 года. Потом, что живешь в Голландии. Еще много чего. А оказывается, все неправда. На этом канале никто никого не обманывает. Ты первая, кто нас обманывал все это время. Все люди ведь это читали. Теперь будем плохо думать о тебе. Александра Сусская. Светлана Мендо. Фифитрончик по 2 года на каждом курсе училась. Она было по 3. Может быть, с грамматикой подружилась бы. Светлана Мендо. Из такого количества ошибок я ни у кого не видела. А еще писала, что 4 языка знает. Есть товар русского языка. Нужно учить день и ночь. И спать со словарем. Александра Сусская. Это точно. А может, кто-то просто прикалывается. И скорее всего, развестница Лены. В йогуртах хорошо разбирается. Ого. Ого. Что ты там жуешь? Так. Наталья Богомолова. Люди, троляки, игнор. Фифитрон отвечает. Ну да, я же близнец по гороскопу. Поэтому раздвоение личности. Фифитрон. Светлана Мендо. Зачем мне русский язык? Если я живу не в России, а в Германии. Тут все на немецком. Да и где я работаю, там еще и на голландском. Русский у нас не принимается. Светлана Мендо отвечает. Ты недавно всем написала, что ты живешь в Голландии. А теперь пишет, что живешь в Германии. Мы не успеваем привыкнуть. Как все быстро меняется. То возраст, то учеба в невере. То работа помощником хирурга. То меняется страна проживания. Фифитрон отвечает. Я живу в Германии на границе с Голландией. Один километр. Работа у меня и в Германии, и в Голландии. И там, и там. Смотря где операции и куда пошлют. Фифитрон. Светлана, вначале это была шутка. Но потом я подумала. Да и все считают, что я малолетка. На самом деле, это нет. Мне так же, как и Юле лет. Люди, я не малолетка. Большими буквами написано. Она так. Люди, я не малолетка. Вот так. Нет. Эль Ката. Светлана Мендус. Так. Раз помощник хирурга, значит это почерк врача. Эль Ката пишет. Фифитрон. То есть, это где-то в Лер, Папенбург, Харен, Линген, Райне, Бохольд, Бетс, Ветсе. У меня подруга там недалеко проживает в Бремене. Фифитрон пишет. Эль Ката. А вы тоже с Германией? Вот так. Просто так близко к камере. Ну да. А вы тоже с Германией? Люди, вы тоже с Германией? Нет. Или нет так? Кто здесь? Так. Елена Кулагина. Ох, я поржала с Фифитрона. Ой, не могу. Видите, всех веселит. И меня веселит. И меня. Так. Фифитрон. Музыка Нанская. Я до сих пор не знаю, что это. Фифитрон. У нас тоже с утра туман уже стоит. А на той неделе обещают уже до минус пять ночью. Холодает. Вероника Никитина. Ноготочки классные. А я пью только кефир иногда. Угостили урожаем яблок. Юля два дня подряд пекла такие оладушки с яблоками на кефире. Такие нежные, вкусные. Привет, Вероника. Спасибо большое. Так. Нелли Лайф. Юленька, попробуйте безлактозную продукцию. Быть может, у вас просто неусваиваемость лактозы. Это нормально. Сейчас очень много людей страдают этой проблемой. У меня в семье даже бабушка употребляет молоко и прекрасно себя чувствует, а ей уже 77. Дай бог здоровья вашей бабушке. Да, безлактозное молоко немного дороже, но зачем себя заставлять и есть кисломолочные продукты с лактозой, если сейчас есть много альтернативы. Вы знаете, а я даже себя не заставляю, я их не ем. Вот то, что я заленый творог доела, мне просто не хотелось выкидывать, потому что я деньги заплатила. А так я даже себя не заставляю, я не ем, мне не хочется. И я считаю, что мне не надо, не знаю я. Надежда Лукьянец. Юлечка, на досточках с ЭТБ нужно резать на стороне, где нет узора. Так рисунок останется красивым. На этот вопрос спасибо, Наденька, я уже... О, попить Лена дала. Ты когда-то тебя забрала, только что сама попила, я дала. Спасибо. На этот вопрос я уже отвечала, а мне нравится просто где рисунок, у меня глаз радуется, мне, ну, короче, у меня красиво просто. Хочу на красивом резать. Ну как мне хорошо, вот так вот, волосы, вот так вот. Лена, смотри, какие у меня длинные волосы. У меня здесь одной длины, здесь другой, короче, такое, чертишо. А что там? Так, дальше. Надежда Я. В Европе нет молока нормального, одно искусственное, без лактозы. Светлана С. отвечает. И в Европе есть нормальное молоко, и в магазинах, и у бауров. Я не знаю, что такое бауров. Так, Татьяна Белл. В Германии есть свежее молоко, есть и био. Нужно только правильно прочитать на упаковке. Так, София Йонда пишет, попробуйте кока-колой дощечку почистить. Интересно. Лена, есть кока-кола? А-а. Выпила. Надежда Г. У нас в Германии продают специальные таблетки для тех, кто не может молочные продукты употреблять. Вот так вот. Лилия, Лилия. Доску нужно поскрести ножом. Спасибо. Я, может, попробую. Ну, она такая тоненькая, что там на ней скрести, не знаю. Люда Райковская. Артисты, привет. Привет, Людочка. Катарина Маул. Здравствуйте. У меня у дочки не принимает организм творог. Вот. У меня у Лены тоже, если честно, не принимает. Она его любит, ей хочется, но у нее болит животик. Нет, я не очень люблю. Ну, она, например, да его кушает, да? Если я, например, долго не покупаю и куплю, например, раз в полгода, она такая, о, творог. А потом на следующий день, о, творог. Вот так вот, короче. Нет, знаешь, это как кошки, типа, гречка, фу, гречка. Типа, на следующий день, фу, гречка. И на третий день, о, гречка. О, гречка. Да, кошки, наверное, дождутся, пока она прокиснет. Потом, о, гречка. Так. Светлана Медович, красивый маникюр. Спасибо, Светулечка. Лилия, Лилия. Юля, возьми лимон и лимонную кислоту. Смешай с содой, залей горячей водой и замочи досточку хотя бы на час. Мне помогает, вся бяка отстаёт. Спасибо. Смотрите, сколько у меня советов. Мама, можем даже эксперимент сделать, слушай. Да. Несколько попробовать. Да. Так, Тоня Тонина. Ой, ребятки, ваши комменты, это всё. Спасибо за муха сранска или как там его. Я тоже живу в Европе и в детских садах. Детей стараются кормить правильно. Но, в общем, кто что хочет, то и кушает. Как-то так. Детки приносят свои завтраки. И как раз в основном это бутеры и овощи. Фрукты и к этому молочка, если ребёнок любит. Так, Валентина Жукова. Вот пристали к Сергею с этим молоком. Я, например, свежее молоко не люблю. Я не понимаю его вкуса, чтобы кайфовать от этого. А вот если кашу молочную с большим удовольствием кушаю, и кисломолочные продукты я люблю. А вот свежее молоко, это для меня наказание. Моя сынуля, мой в детстве тоже каши молочные кушал. А сейчас не заставить. Доксюня с самого детства молоко в любом виде и в любом количестве будет пить. А вот творог не заставит кушать. Так что, Фифитрон, следите за своим питанием. Каждый человек индивидуален. Так, Мария Хмельницкая. Юля, надо не жидкой хлоркой, а той, что для туалета густой. Гуля Бекназарова. Привет, Юлечка, маникюр классненький. Всего вам хорошего, мои дорогие. Привет, посибочки. Соня Евгеньевна. Приветик. Привет, Сонечка. Юля, не мучайся, кинь каку. Юля, кинь каку. Фу, брось, кинь. Хлорка может раздействовать в твоем организме что-нибудь нужное. Да, но она хлорка, она вредная на самом деле. Так, Соня Евгеньевна пишет. У меня неприносимость лактозы. Я очень люблю молоко. Мне вкусно, сладенько. Но после того, как я выпью молока, у меня начинается, прошу прощения за подробности. Понос. Лена ржет с меня. Ну, я читаю, ну, ваши комментарии, я читаю. А я, здесь же все взрослые, мы же все люди взрослые. Ты понимаешь, ты просто так изображаешь, понос. Индивидуальность. А я работаю, я, а я работаю актрисой в театре для детей. Конечно, нельзя молоко перед такой, на такую работу, эти какие дела. То есть, спектакли проходят утром и днем. И если я, человек с неприносимостью лактозы на завтрак съем творог, то спектакля утром не будет. Понятно почему. Да и вообще, это неприятные ощущения. Хотя, выходной день я иногда себе позволяю молочные, но потом страдаю. Вот, видите. Кто-то любит и приходится страдать, ребята. По-разному бывает. Так. Светлана Сверидова. Юлечка, ноготочки класс. У вас на канале стало еще веселее после появления Фифитроля из Европы. А хочется написать чуть по-другому. Извините, думаю, что ты поняла, что я имела в виду. Привет, Светочка. Спасибо за комментарии. Да, стало и правда очень-очень весело. Фифитрон, спасибо вам за то, что вы с нами. Я-то я это сказала! Анна Кудрятца. Юлечка, маникюр обалденный. Пасибочки. Лимонов Ольга. Выкиньте эту доску. Хлорка еще хуже для здоровья. Спасибо. Элька-то. А у меня тоже неприносимость лактозы. А я люблю молочку. Позволяю иногда себе, но сразу пью таблетки. Вот так вот. Фифитрон. Ногти красивые. На фоне рыбы кильки. Ну а как? Конечно. Наргиз Чернышева. Ноготочки новые, цвет отличный. Пасибочки. Инна Куцевол. Добрый день, любимый артист. Привет из Кривого Рога. Привет-привет. У нас также по утрам туманы. В голове моей туманы-маны. Песня такая есть. Хочется солнечной и теплой осенней погоды. Юленька, как всегда, провожает Леночку в школу. Лена, ты хоть бы раз обернулась. Ты знаешь, что я тебя каждый день снимаю на камеру. Обернись по машине. Нет. Вот так вот. Никогда не обернется. Она оборачивается только в первом и во втором классе. Дальше уже с третьего класса не оборачивается. Так, Юленька, как всегда, провожает Лена в школу? Елене, успехов в школе. Сергей, завтрак стандартный. Чай, бутерброд, банан. А ведь у нас у всех одно и то же. Каждый день практически похоже. И так проходит наша жизнь. Юлечка, маникюр красивый. Вы молодцы, жизнерадостные и позитивные. Посмотрев вас, получаешь большой заряд. Огромное спасибо за позитив. Спасибо, спасибо, Инночка. Татьяна Беллс. Ответ на комментарий Татьяны Сушко. Вот этим профессорам из Европы, затыкая рот, а, насчет этого комментария. Она отвечает. В 90-е годы в Европу прибыло с бывшего Союза много интеллигентных, образованных людей. Некоторые из них смотрят артистов. Почему вы нас оскорбляете? И еще об онкологии. Если бы не умники, немцы со своим современным подходом к лечению, то я еще три года назад умерла бы от рака. А вы пишите, лечите по старинке. Это как с содой. Люди думайте, что написать хотите. И еще, Сергей, я полностью согласна с вашим рассуждением по поводу питания. Во время химиотерапии я прислушалась к своему организму. Ела только то, что хотелось. И как оказалось впоследствии, я ела правильные продукты на тот момент. И, кстати, Татьяна Сушко, в слове профессора вы допустили две ошибки. Вы написали профессора. Видите, у каждого мнение свое. И когда насчет болезней, здесь как бы неправильно получается спорить, потому что кого-то здесь вылечили, кого-то здесь вылечили, кого-то там вылечили. Кому-то это питание помогло, а кому-то, потому что все индивидуально, именно это питание помогло. О, у меня батарея разряжается. Самое главное, что вы выкарабкались, вы здоровы, вы вылечились. И дай бог вам долгих-долгих лет жизни и больше не болеть, ребятки. Надо этот самый. Иленочка, иди в комнату вторую батарею. Скажи у папы от Panasonic батарею. Хорошо. Так, нет, не иди, последний комментарий. Ирина пишет, Юля, я всегда смешиваю ферри и белизну, и надо немножко подождать. Вот еще один способ, да, точно, Лена, надо собрать все способы и на практике все это проверить. Все, ребятки, кончается зарядка, как раз последний комментарий. Всем спасибо, кто меня послушал, кто с нами. Пишите комментарии, ставьте лайки, пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока. Я успела, батарея не села. Молодец.